В декабре 2017 года Пенсионный фонд России завершил прием заявлений от граждан, которые хотели бы до конца этого года иначе распорядиться своими пенсионными накоплениями. Учитывает накопления на индивидуальном счете будущего пенсионера и организует выплату пенсии так называемый страховщик. Им может быть либо пенсионный фонд, либо один из прошедших отбор в систему гарантирования накоплений – негосударственный пенсионный фонд. Пенсионный фонд инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» и через частные управляющие компании. Гражданин, формирующий пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, может выбрать управляющую компанию для инвестирования пенсионных накоплений. Если гражданин принял решение перевести средства пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, для начала с выбранным пенсионным фондом ему необходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании. Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно, но наиболее выгодным вариантом является смена страховщика через пять лет. При досрочном переходе есть риск потери части средств пенсионных накоплений. Смена страховщика происходит при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, а также при переводе из пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд и обратно. При переводе пенсионных накоплений из государственной управляющей компании в частную, а также при выборе другой управляющей компании смена страховщика не происходит, им остается пенсионный фонд. Выбор страховщика – это личное решение гражданина. Требовать перевода средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд не имеет права ни работодатель, ни агентство по трудоустройству, ни коммерческие банки, ни другие экономические агенты. Для перехода к другому страховщику необходимо подать заявление в пенсионный фонд. Заявление можно предоставить в территориальный орган по месту жительства лично, через представителя, а также через многофункциональный центр или по почте. Самый удобный и быстрый способ – подать заявление онлайн через единый портал государственных услуг или личный кабинет на сайте пенсионного фонда.